Хорошо. Да, как было сказано, меня зовут Лев. Я представляю лабораторию нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета кафедры физиологии человека и животных МГУ имени Ломоносова. Мы, собственно, в лаборатории занимаемся исследованиями с использованием вот этих самых нейроинтерфейсов и их разработкой. И поэтому я попробую с первых уст вам рассказать, что же это такое, без каких-то преувеличений, потому что не всё зачастую так круто, как принято считать, что мы подумали о чём-то и сразу можно это как-то прочитать, мысли. Вот. Попробуем разобраться, в общем, и поговорить об одном из наиболее перспективных, как мне кажется, известных и работающих типов вот этих самых нейроинтерфейсов. Собственно, история начинается с того, что в 2014, по-моему, году на чемпионате мира по футболу первый удар по мячу символический был сделан парализованным парнем. Вот. И у него были парализованы конечности, по-моему, всё тело где-то до груди. Вот. И, соответственно, на глазах многотысячной аудитории вот он вышел и сделал первый удар по мячу. И как... Многие могут удивиться, как такое возможно, но на самом деле ничего такого нету. И, собственно, вот это вот... Вот это действие ему позволило делать тот самый пресловутый нейроинтерфейс. Концепция в том, что он посылал сигналы из головного мозга к искусственным конечностям, так как свои у него, к сожалению, не работали. Вот. И это всё дело привело в движение мяч. Вот. И это было в шоу-программе на одном ряду с выступлением всяких поп-исполнителей, которые, ну, как вы сами знаете, на таких церемониях, что бывает. Вот у нас будет уже тоже скоро аналогичные вещи. Вот. И весь мир об этом увидел. Об этом стали много говорить. Больше, чем раньше. Сильно больше. И мы можем считать, что вот в этот момент произошло какое-то... Произошёл переход из лаборатории в какую-то уже массовую культуру. Вот. И в последнее время всё чаще-чаще это используется. В фильмах снимается. Вот. Кто, наверное, видели фильм, уже достаточно древний, для 2017 года, какого он, 13-го или 15-го, робот по имени Чапи вышел. Вот. Там Хью Джекман управлял большущим роботом, тоже посылая сигналы из головы. Собственно, та же самая концепция нейроинтерфейса. Вот. На фотографии видно его шлем. Вот. Но там, к сожалению, по сюжету он не для добрых целей им пользовался. Но это пока не важно. Что же, собственно, такое нейроинтерфейс? Это такой комплекс технологий, который позволяет распознавать намерения мозга. Эти намерения детектировать в компьютере и посылать их на управление какими-нибудь внешними устройствами. Вот. Это может быть абсолютно любое устройство, там, от компьютера, телефона, или, может быть, даже какие-то там кофеварки, пылесосы. Почему нет? Вот. Главное, что вот есть управляющий сигнал, который изначально исходит из нашей головы. Вот. Для того, чтобы это все реализовать, что нужно? Нужен, собственно, мозг, понятное дело. Вот. Нужны датчики, которыми мы будем регистрировать его электрическую активность. Далее нужна какая-то система. Это компьютерная программа, которая проводит анализ и может отделять одну активность от другой. И, собственно, после этого нужна третий компонент. Это то устройство, которым мы хотим управлять. Вот. В самом простом понимании можем предположить, что это будет какая-то кнопка, которую мы хотим включать или выключать. Вот. И, соответственно, у нейроинтерфейсов таким образом есть полное право считаться устройствами, которые позволяют, как говорится, силой мысли управлять устройствами. Но сейчас мы потихонечку разберемся, почему же все-таки это не совсем сила мысли. Вот. После того, как это все происходит, ну, то есть мозг намеревает сделать что-то, повторяю, электрическая активность изменяется определенным образом, компьютерная система ее детектирует, и после этого команда направляется на включение или выключение какой-нибудь штуки. Вот. Это действие происходит, мозг видит результат этого действия, для него это обратная связь о том, что он все сделал правильно или же, наоборот, неправильно, чтобы он мог как-то понимать, собственно, результат своей деятельности. Вот. И первым этапом, что нам нужно сделать для того, чтобы наш нейроинтерфейс заработал, это получить мозговой сигнал. Вот. Сейчас, соответственно, это можно сделать двумя способами. Самое простое, что можно, это напрямую подключиться к нейронам, нейроны — это клетки нашего мозга, и записать их электрическую активность. Но для этого, сами понимаете, что нужно, во-первых, просверлить дырку в черепе, и, соответственно, это как минимум небезопасно, и мало кто согласится без специальных показаний каких-то на такую процедуру. Хотя сейчас все больше и больше людей, которые хотят стать киборгами, и, казалось бы, они бы все согласились, но все-таки если мы говорим о каком-то масштабном, о каком-то массовом применении, я все-таки думаю, что нет, потому что очень большие риски. Вот это нужно понимать. И, соответственно, тогда у нас остается еще один способ. Это, не проникая внутрь черепа, попробовать зарегистрировать активность мозга как-то снаружи. Вот. И есть так называемый целый комплекс неинвазивных способов регистрации электрической активности мозга, и наиболее хорошо себя показал — это способ электроэнцефалографии. Вот. Это способ, который позволяет неинвазивно регистрировать изменения электрической активности, коры головного мозга. Для этого мы просто надеваем шапку с датчиками на голову и, собственно, пишем эту активность. Вот. Однако из-за того, что наши датчики находятся на поверхности головы, и между, собственно, тканью, которая генерирует эту электрическую активность, и датчиком, который ее принимает, есть слой, во-первых, волос, во-вторых, там кожа, и то, что она выделяет, это сальные железы, это все-таки пот, надо понимать. Потом, соответственно, кожа сама по себе состоит из нескольких слоев, и под кожей есть еще мозговые оболочки и черепная кость. Черепная кость, наверное, самое главное, потому что она достаточно толстая, и электрическими свойствами, свойствами проводимости она совсем не обладает. Вот. И за счет этого наш сигнал, который мы пишем с поверхности, обладает достаточно общим таким характером, и существует даже такое сравнение, что попытаться понять, подсмотреть за работой мозга с помощью электроэнцефалограммы, это сравнимо с тем, что бы как-то диагностировать, например, работу двигателя, или по его шуму, или, например, есть такая штука, что узнать о том, как работает какой-нибудь завод, там большой, тоже по его шуму. Вот. Так вот говорят про электроэнцефалограмму. Однако на это есть ответ, что хороший все-таки механик, он может хоть как-то, но диагностировать двигатель по его шуму, и вот мы, ученые, которые работают с электроэнцефалограммой, примерно тем же самым, собственно, и занимаемся. Вот. Поэтому первым делом, первая оговорка, что те нейроинтерфейсы, о которых мы будем говорить, в них электрическая активность записывается с помощью электроэнцефалограммы. Это неинвазивный способ, и все, что из этого следует, оно как бы будет иметь значение дальше. Вот. Соответственно, существует два наиболее известных типа нейроинтерфейсов. Они принципиально по-разному работают, но, по сути, каждый из них представляет собой группу, так называемых парадигм, в которой есть еще разные способы. Вот. Но я говорю о самых, так скажем, во-первых, они исторически первые возникли в каждой из групп, и, во-вторых, они наиболее хорошо себя показали вот на протяжении какого-то времени, и с ними больше работ проводится, больше исследований, и, собственно... Вот. Первый — это интерфейсы, работающие на представлении движений. Если просто очень в нескольких словах, то мы представляем наше движение, вот активность, которая в этот момент изменяется, распознается системой компьютерной, и мы посылаем эту команду на выполнение какого-нибудь действия, в данном случае. Но это может быть, например, включение механической руки, ну, чтобы лучше понимать, да. То есть мы естественную руку заменяем на роботизированную руку и управляем ей посредством представления о движении настоящей рукой. Вот. Второй способ, например, позволяет набирать текстовые сообщения, всякие комбинации текстов, буквы, просто смотря на экран. На экране матрицы подмигивают стимулы, мы понимаем, какой мы хотим набрать, следим за ним. Тут зрительное внимание в основном участвует. И, соответственно, после какого-то определенного количества повторов этот символ набирается, и так вот можно набирать сообщения, и так далее. Вот. Соответственно, две группы на интерфейсах. На представление движений и интерфейсы, работающие на волне P300. P300 — это как раз волна, которая возникает при наблюдении за вот этими значками, которые подмигивают в случае второго типа. Вот. Но мы будем с вами сегодня говорить про моторное представление. Это отдельно такой достаточно большой разговор. Про P300 и интерфейс, работающий на этой волне. Есть отдельная лекция. Может быть, мы ее в следующий раз организуем или что-то типа того. Но, короче говоря, сегодня остановимся на представлении движения. И, соответственно, мы уже сказали, что будем регистрировать активность с помощью электроэнцефалограммы. Давайте теперь спустимся внутрь мозга. Что же там за области активируются? То есть какие области отвечают за эти изменения, которые мы потом уже будем регистрировать с поверхности? Это несколько областей, и, как правило, их можно объединить в название двигательной области коры нашего мозга. Дело в том, что эти области, как правило, активируются и при выполнении нами реальных движений. Это, во-первых, первичная моторная кора. Это область, которая находится... Тут, интересно, есть указка. Первичная моторная кора находится спереди центральной борозды коры больших полушарий. Второе ее название – это орландическая борозда. И, соответственно, отсюда нейроны идут к нашим мышцам. То есть это, по сути, такие провода, которые идут из мозга для управления нашими мышцами, любыми мышцами. Одна из ключевых зон. Также есть область примоторной коры. Там обычно находится такой некоторый план нашего действия. То есть что я под этим имею в виду? Каждое действие – это комплекс сокращений разных мышц. Потому что, как правило, в движении не одна мышца работает, а их несколько. И каждый из них сокращается с определенной характеристикой. Вот эти все характеристики, по-хорошему, прописаны, условно говоря, вот в этой примоторной коре. И даже если переводить на компьютерный язык, что очень часто делается для объяснения работы мозга. Почему-то считается, что компьютерный язык люди лучше понимают. Не знаю, почему я. Нет. Короче говоря, в этой области записаны драйвера. Драйвера для наших движений. Эта область также активируется при представлении движений. Также вот есть еще небольшая область, добавочная моторная. Она находится медиальнее или, короче говоря, ближе к центру и кверху от примоторной. Эта область отвечает за, так скажем, ясность, что ли, вот этого двигательного образа. И очень важный участник – это теменная кора. Теменная кора относится к так называемым ассоциативным зонам. А ассоциативные зоны – это, собственно, рулевые такие участки в нашей коре, из которых уходят команды. То есть какое-то решение о принятии того или иного акта, скажем, действия, оно, как правило, должно происходить в ассоциативной зоне. И для представления движений этой зоной является теменная кора. Соответственно, что значит вот эти закрашенные области? Это значит, что если мы будем представлять движение, то в сканере функциональной магнитной резонансной томографии будет видно свечение именно в этих областях, о которых говорит об активации этих участков. И, что, опять же, важно, похожие области и при реальном движении также активируются. То есть у нас вроде как бы представление движения не подразумевает того, что мы будем осуществлять это движение, но мозг ведет себя очень похожим образом. И вот как раз-таки это ключ к тому, чтобы сделать вот такую технологию нейроинтерфейса. Вот. Если мы поднимемся обратно на уровень поверхности и будем записывать электроэнцефалограмму, то мы в ней увидим вот такие вот кривые. Вот. Каждая кривая характеризует электрическую активность из-под одного датчика. Вот. Тут для того, чтобы не загромождать слайд, всего пять кривых. То есть по-хорошему это сигнал с пяти каких-то электродов. Вот. Просто на картинке их гораздо больше. Но вот такую... Это я просто говорю, чтобы не было никакой путаницы. Вот. Если мы будем смотреть невооруженным глазом на вот эту электрическую активность, мы увидим какие-то колебательные вещи. Вот. Если мы проведем анализ, то мы увидим, что электроэнцефалограмма состоит из разных ритмических диапазонов. Вот. Это диапазон бета, тета, альфа и бета. Диапазон, который как бы отличается, во-первых, по амплитуде, отличается зачастую по местам возникновения каким-то, по локализации источников. Вот. И нас в первую очередь интересует альфа-диапазон от 7 до 12 Гц. Вот. Почему не интересует? Потому что в центральных областях, областях, которые находятся вот над этими участками, вот над этими, их называют центральными, потому что они, получается, что в центре вот такой схемы, вот здесь и здесь, этот альфа-ритм называется мю-ритм или сенсомоторный ритм. Вот. И с ним происходят некоторые изменения при выполнении двигательных всяких действий, в том числе и при представлении движений. Вот. А именно, происходит снижение амплитуды ритма. То есть, по-простому, если говорить, у нас есть центральное отведение электроэнцефалограммы, они находятся над моторными участками коры. В них, если записывать электроэнцефалограмму, в покое, в покое, когда человек не двигается, просто сидит, есть какой-то ритм. Этот ритм умещается в полосу с 7 до 12 Гц и называется мю-ритм. Так вот, если начать делать какое-то движение или представлять его, или даже наблюдать за каким-то чужим движением, происходит исчезновение этого ритма из электроэнцефалограммы. То есть, он был во время покоя. Когда мы начали что-то двигательное делать, он исчез. Переходя на язык мозга, во время покоя моторные вот эти области, они покоились. В них никакая информация не приходила. То есть, не было движения, не было информации. Они были заторможены, и вследствие этого мы видели на электроэнцефалограмме ритм, мю-ритм. Как только мы начали осуществлять какую-то двигательную деятельность, опять же повторяю, это либо реальные движения, либо представление, либо наблюдение, то к этим областям поступила информация, условно говоря, они подгрузились, и, соответственно, тормозные связи снялись, и вследствие этого мы увидели исчезновение этого мю-ритма. И вот как раз-таки эта реакция электроэнцефалографическая, она очень чётко видна, и поэтому она может служить потенциально для того, чтобы вот это изменение, исчезновение ритма, использовать как управляющий сигнал, то есть как какой-то переключатель. Есть ритм, ничего не происходит. Ритм исчезает, включается там кофеварка, допустим, или что-то ещё. Ну вот концепция вот примерно к этому сходится. Вот, соответственно, тут это всё показано. Мы представляем движение, происходит активация двигательных участков, в электроэнцефалограмме мы видим снижение вот этой ритмики моторной, мю-ритмики, запускается команда, и вот, например, приходит в действие там рука роботная. Вот, соответственно, она совершила это действие, мозг это увидел и принял решение, ну то есть как бы понял для себя, правильно или неправильно, вот, чтобы дальше, если что, потом как-то корректировать. На этом обучение построено. Вот, теперь подробнее поговорим вот о моторной коре, потому что, причём важно, потому что, опять же, если говорить в такой простой схеме, про нейроинтерфейсы, то простая схема заключается, например, в кнопке, да, включить-выключить кнопку, это всего лишь одна команда, это неубедительно, это мало, и, ну, никого не впечатлишь просто каким-то включением, или впечатлишь, но не на долгий период. Поэтому, чтобы полноценно управлять, например, управлять вот такой же рукой, нужно как минимум множество разных команд, вот, чтобы там, ну, разные углы могли быть, поворотов и так далее, сжатие, разжатие, это всё разные команды, раз, нам нужно множество таких реакций. Вот я вам рассказал про одну реакцию исчезновения ритма, вот, это всего одна реакция, как её привязать к многому количеству команд. Теоретически, это можно сделать за счёт, ну, если знать, как устроена моторная кора, она устроена так, она представляет из себя карту всех наших конечностей, где достаточно точно раскартированы области, отвечающие за сокращение разных мышц. Соответственно, при движении рукой будут активироваться одни участки, при движении ногой будут активироваться другие участки. Вот мы можем видеть, они достаточно разнесены в пространстве. Да, вот здесь рука, например, здесь нога, а вот здесь язык. Вот лицевые мышцы ещё. И, соответственно, вот как минимум четыре команды, да, мы можем предположить, что сможем реализовать в нашем интерфейсе. Вот, а учитывая то, что у нас ещё есть второе полушарие, где есть, соответственно, противоположная рука, противоположная нога, их, как бы, вроде как вдвое больше должно быть. Но, к сожалению, мы тут сталкиваемся с первым минусом электроэнцефалограммы, который был озвучен, то, что сигнал пишется с поверхности, и за счёт этого он достаточно общий. И поэтому вот эти пятна активации, которые мы можем наблюдать по поверхности головы, они смазываются, и если говорить таким научным языком, метод электроэнцефалографии обладает низким пространственным разрешением. Вот, и, соответственно, тут вот в этом моменте руки связываются, потому что мы хотим полноценно какую-то сделать, например, руку робота, которая будет полноценно копировать наши собственные движения, и чтобы они управлялись из мозга. Но мы не можем это сделать, потому что для этого нужно очень много команд. И как тут быть? Вот непонятно. Вот. Вот это первый момент, на котором мы зафиксировались. И поэтому этот метод хорошо себя показал вот именно представление движений, нейроинтерфейсное представление движений с небольшим количеством команд. Вот. То есть один, два, максимум три. Потому что, как правило, руки различаются всегда хорошо. Вот. Противоположные руки уже хуже. Там, если подобучаться как-то, потренироваться, можно различать. Вот. И там у некоторых людей, например, могут еще ноги прибавиться, язык, но не у всех. Вот. Поэтому вот вот это вот ограничение, оно приводит к небольшому количеству команд. Вот. Соответственно, сейчас мы поговорили об активности мозга. Вот. Но помимо этого, мало слов я сказал про самопредставление движений, потому что там тоже не все так просто. Если вот я говорю, вы слышите представление движений, скорее всего, вы, мне кажется, представляете зрительную какую-то картинку, да, то есть сжать все руки, вы представляете картину, как рука вот сжимается. Ваша там или чужая, еще какая-то, может быть, абстрактная рука. Вот. Но мы поговорили о двигательной коре, а зрительные все образы это другой участок, это зрительная кора. Соответственно, представление движений, которое приводит к активации двигательной коры, оно должно содержать в себе представление чувствительности, которую мы получаем во время движения. Вот. И это тоже момент такой важный, от которого зависит, насколько хорошо наш интерфейс будет работать. Вот. И само по себе вот это вот моторное представление двигательной, представление движений, оно еще до того, как нейроинтерфейс вообще придумали, было известно в спорте как метод тренировки, так называемой идеомоторной тренировки. В частности, вот у нее есть ряд показателей, которые она улучшает, вот такие, как, например, повышение мышечной координации, силовые показатели, связки становятся гибче, снижается травматизм. Плюс еще это хорошо работает, когда спортсмен, например, после какой-то травмы восстанавливается, он не может, пока что там у него ушиб или перелом, не может пользоваться своей рукой, но он может мысленно представлять все движения, и показано, что такие тренировки ускоряют процесс восстановления. Вот. Ну, движения, она достаточно полезна и потенциально хороший способ для каких-то, например, восстановительных мероприятий, потому что кроме спортсменов есть еще целый ряд людей, которые не могут управлять своими руками вследствие, например, какой-то инсульта или повреждения неврологического. Вот. И вот для таких вот людей вот это все представление движения, оно потенциально очень могло бы помочь. Вот. Тоже важный момент. Зафиксируемся на нем. Вот. И теперь, собственно, применение. Поговорим про применение того, насколько интерфейсы на представление движений, условно говоря, что уже сделано с помощью них. Вот. И самое первое, с чего я начал, это искусственные конечности. Вот. Тут пример вот этого бразильского парня, который сделал удар по мячу. Вот у него тут целый такой комплекс сложный, который его ногами управляет. Сверху, на голове мы можем видеть у него шлем электроэнцефилографический как раз таки. Вот. Но помимо вот таких решений, это могут быть более какие-то простые вещи, например, просто какая-то рука или нога, которую можно как-то выключать. Вот. И, соответственно, тут, опять же, две линии разработок, по которым можно это делать. Раз. Можно их делать для того, чтобы помочь человеку, да, чтобы вот эта вот нога ему замещала недостающую. Вот. Это один способ. Но также можно попробовать сделать эту ногу для того, чтобы она помогала ему восстановить утраченную функцию. вот. Это так называемая линия ассистивных устройств и линия тренажерных устройств. Вот. Но самый простой пример вот таких тренажеров – это искусственные конечности, ортезные конструкции так называемые. Вот. Для здоровых людей можно использовать представление движений для управления игровыми элементами. Вот данный пример достаточно на самом деле старый. Это в 2002 году была статья, где с помощью моторного представления переключался персонаж игры. Какой игры? Что это за игра? Да. Дота. Вот. Ну то есть дотер может как бы переключаться с помощью силы мысли так скажем из друида в медведя. Вот. И помимо вот ну я просто выбрал пример так как ну наверное дот все знают, но множество всяких разных таких более простых там типа управления какой-нибудь птичкой или кораблем каким-то вот тоже делается каким-то более так скажем неизвестными разработчиками. Ну то есть это все тоже уже есть и достаточно много можно примеров найти всяких игр скажем так таких диайвайных в которых элемент игровой может например содержать в себе какое-то нейроуправление. вот один из самых таких сложных как мне кажется примеров это вот движение курсоров в 3D-пространстве вот в одной из статей показали они привязали управление как раз таки из разных локализаций на поверхности головы для трех осей координатных и с помощью этого они смогли позволить управлять объектом в 3D-пространстве соответственно перенося в нашу бытовую плоскость это движение курсора например компьютерного это вот вот оно вот в простом варианте это все-таки двухмерное пространство если мы про обычный компьютер говорим ну в какой-нибудь VR например или еще где-то это трехмерное вот и тут важно что им потребовалось 50 тренировочных сеансов сеансы длится там в районе часа-двух да чтобы научить человека нормально управлять курсором вот а по сути это сколько 3 на 2 6 команд вот 6 команд максимум которые плюс-минус выжили вот из этого представления движений вот соответственно это к тому что понимать что даже вот казалось бы такие простые вещи как ну там чем-то двигать в разных направлениях это не так просто достигается вот соответственно и вот отдельно я выделил целую тему это вот нейротренажеров которые можно конструировать достаточно перспективная вещь потому что как раз таки тренажеры они это достаточно специализированные устройства и они не должны использоваться как бы в быту большим количеством людей поэтому для этого они не должны удовлетворять вот этой потребности большего количества команд для того чтобы мы могли развлекаться а от них требуется какая-то может быть более простая реализация с меньшим количеством команд но эффективная вот ну то есть как бы пациентам им не важно сколько там будет команд и если там будет одна но работающая это уже как бы хорошо вот и собственно концепция тренажеров заключается в следующем вот в норме что у нас происходит мозг по нервам посылает сигнал вот из моторной коры в мышце да управляет после инсульта управляет движением и соответственно движение осуществляется мозг получает обратную связь он видит что движение через зрительный канал и также по проприцептивным каналам то есть чувствительность мышц суставов кожи тоже все это приходит обратно в мозг и мозг понимает да что там движение совершено его какие-то характеристики и так далее вот в случае когда происходит инсульт или какое-нибудь еще повреждение то вот вот этот элемент который посылает сигнал на мышцу он уже не работает вот соответственно во-первых мышца не может сокращаться потому что управляющий элемент сломан и как следствие этого она не может ничего не посылать обратно потому что потому что она не работает ну она она отключена вот и соответственно обратная связь вот эта вот нарушается а это плохо тем что например известно что мозг обладает пластичностью там достаточно широкую огласку там получили истории там где человеку например ломом проломило голову и он жил после этого долго за счет чего за счет того что какие-то соседние участки взяли на себя функции поврежденных вот и соответственно вот на эту вот пластичность на вот эту перестройку направлена любая реабилитация постинсульта например пациентов вот и чтобы эта пластичность осуществилась мозгу необходимо получать обратную связь например какую-то он ее не получает для этого сейчас например в реабилитации делают массажи вот этой конечности которая не работает или там иглоукалывание рефлексотерапия например или например стимулирует стимулирует током электрическим все для того чтобы вот вот по этой конечности пустить сигнал в мозг какой-то что она существует что ее нужно обслуживать вот в надежде на то что соседний участок примет эти сигналы и образуются новые как бы связи которые позволят уже управлять этой конечностью вот соответственно если у нас поврежден вот этот участок который по нервам обеспечивает передачу то учитывая все то что было сказано раньше можно придумать такую систему которая по проводам снаружи от мозга будет пускать информацию к руке дальше будет что-то происходить хорошо бы чтобы это было собственно сокращение мышцы вот и мозгу возвращается обратная связь так он тренируется и у нас шансы на то что соседний участок вызывает на себя функции поврежденного увеличивается вот и соответственно как это можно сделать можно подключить к мышце электростимулятор вот этот метод он уже давно существует известен это так называемая функциональная электростимуляция мы просто подключаем электроды к мышце например к руки и она функционально повторяет то движение которое делало бы в реальной жизни вот ну за счет того что мы подбираем те места и такие локализации такие параметры стимуляции чтобы это движение воспроизвести вот и мы это можем сделать например с кнопки просто нажали на кнопку мышца сократилась вот но мы знаем о том что вот эта вот кнопка может нажиматься не просто каким-то там левым человеком со стороны там врачом или каким-то еще медсестрой как сейчас происходит в реабилитации когда делают например функциональную электростимуляцию а мы можем самого пациента заставить нажимать на эту кнопку посылая сигналы вот из мозга да вот эту электрическую активность потому что чтобы одну кнопку нажать ну максимум две включить и выключить да две команды вот эта технология с помощью за счет электроэнтографических сигналов позволяет реализовать вот и соответственно тогда все получается достаточно ну неплохо по крайней мере концептуально да человек хочет сделать движение он думает об этом представляет его у него изменяется электрическая активность тот самый ритм эго пропадает это детектируется компьютером посылать сигнал на стимулятор стимулятор включается и у человека мышцы делают функциональное движение вот по-моему неплохо вот и соответственно вот тренажер такого типа это достаточно ну перспективно и дает какую-то ну надежду на то что тренировки они будут наиболее эффективны то есть и они будут более значимы для самого пациента потому что он не пассивным будет участником вот этой реабилитации а получается активным конечно тут должна быть оговорка что он должен быть в сознании там понятное дело но тем не менее вот и такой тренажер соответственно мы в лаборатории сейчас конструируем вот буквально позавчера там выиграли грант на его разработку вот вот и собираемся делать исследования с ним вот и надеемся что он как-то это дело в плане реабилитации поправит как минимум в лучшую сторону вот и тут важно понимать что вот в этих технологиях нейроинтерфейсным я рассказываю вам как биолог как нейрофизиолог можно так сказать но естественно вот работа которая производится в этом направлении она ведется не только биологами вот но и разработчики программного обеспечения в первую очередь то же самое вот это вот машинное обучение да за счет которого осуществляется распознавание разных типов электрической активности вот инженеры программисты со врачами должна вестись работа потому что когда мы говорим о какой-то клинической эффективности то есть не врач скажет о том что действительно имеет место быть вот и вот такая комплексная работа получается должна проводиться и она проводится вот для того чтобы как-то улучшить положение вещей так скажем в мире вот по-моему это мой последний слайд и наверное я готов ответить на вопрос если они есть я надеюсь что они есть вот если есть вопрос поднимать руки я могу да можем любое из того что было сказано разобрать как-то более досконально да давайте давайте в него и говорит да работает а ладно а у меня был вопрос по поводу того как кнопка такая абстрактная кнопка принимает наш сигнал у нас же вы же говорили то что цифолограмма снимает мю сигнал и когда он пропадает это значит что-то должно происходить и то есть получается то что этот прибор должен постоянно мониторить проверять наличие этого сигнала да конечно это ну как бы этот прибор по сути это все компьютерная программа да которая записывает сигнал в которой происходит его действительно онлайн обработка и на на выходе вот этот процесс классификации да то есть условно говоря на выходе программа говорит к какому из типов сигналов да относится наш вот тот который есть сейчас и соответственно если этот сигнал например мы хотим использовать как включение мы опять же программно задаем вот если будет такой сигнал да такое изменение если он будет относиться к этому типу то он должен включать например кнопку то есть там обязательно должен быть какой-то сигнал конечно конечно если он прям совсем пропадает то ничего да 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 все построено именно на регистрации онлайн это не просто какой-то а это сигнал который мы регистрируем с поверхности головы понятно спасибо спасибо за лекцию у меня вопрос как человек употребления такого я недавно был на выставке стелларка по-моему он не работает нет работает отлично был на выставке стелларка стелларк такой художник трансгуманист он работает над модификацией человеческого тела он себе пришивал ухо работающие на руку и у него был проект он он себе приделал руку третью вот которая управлялась у него с помощью мышц живота и бедер по-моему я не помню ну да то есть он как-то обошел проблему того что у нас нет нейронов которые отвечают за движение третьей рукой которые у нас нет вопрос в том допустим я захочу себе третью руку смогу ли я использовать продел продемонстрированную технологию продемонстрированную механику для того чтобы управлять этой третьей рукой да конечно смотри смотря опять же ты можешь просверлить себе голову и не хочу не хочешь супер уже хорошо это радует я не настолько постгуманист вот ты можешь можешь например эту руку подключить к электронной цифолограме вот то что я сейчас описывал все там вот это ограниченное количество команд например придумать или там кто тебе эту руку будет делать он придумает например пять пальцев пять команд условно говоря ну и какими-то комбинациями заделать чтобы например с трех команд возможных что более реалистично вот эти пальцы там двигались вот опять же вот есть еще второй тип интерфейсов он позволяет большее количество команд реализовать и в принципе там можно и побольше придумать просто все светится будет но тем не менее да будет рука управляться электроэнцефалограммы вот значит их ограничений нету а будет ли это значить что мой мозг теперь будет думать что у меня третья рука вот вряд ли это вопрос достаточно серьезный может если ему если у тебя не было других рук естественных да то есть такая вероятность что мозг можно было бы наверное обучить если грамотно подсоединить опять же вот что эта рука будет как бы как твоя естественная потому что он ну в таких условиях будет работать что ну как бы нет естественных рук вот в таком случае может быть тоже можно но это будет сильно все дольше 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 и так в бесконечность как мне кажется спасибо вот но как бы сознательно ты можешь себя убедить в том что это третья рука ну да 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 спасибо за лекцию я хотела спросить нет ли какой-то возможности улучшения энцефалограмма электроэнцефалограмма да это определенно есть и как бы они разрабатываются тут с трех позиций наверное можно подойти вот во-первых можно попробовать как-то наиболее чистый сигнал прям записать ну на момент на момент записи да для этого разрабатывать какие-то может быть дачи которые будут наиболее чистый так скажем описать незашумленный вот это одно направление работ второе направление работ это уже после того как мы записали какой-то сигнал работать ну с его анализом с его то есть то что делают программисты вот эти все искать какие-то паттерны в этом сигнале характерные вот как его можно там пофильтровать поделить что-то такое разделить вот наиболее эффективно вот это второй подход да то есть программистский Есть третий подход, наиболее физиологический, что ли. Можно попробовать, во-первых, изучая, более пристально следить за мозгом, за тем сигналом, который есть, и как-то придумывать какие-то такие для него условия, когда наиболее явно они будут различимы. И как крайний случай, то, что я говорю, попробовать дополнительно мозгу заставить наиболее явные реакции давать, например, с помощью каких-нибудь неинвазивных методов стимуляции. Электрическим током есть стимуляция, есть стимуляция магнитным полем. Например, провести стимуляцию каких-то областей, и они, возможно, будут наиболее сильно активироваться, и это будет сильнее заметно. То есть получается, что при этом активность на какие-то зоны, на которые будет что-то воздействовать, она будет увеличиваться, и ее более вероятно будет видно на электрическом программе. Да, да. И, как правило, самое дельное — это все три вот эти аспекта. Соблюдать в работе. И, соответственно, тогда опять появляется... Это как-то совокупно. Да, совокупность. Работает не один биолог, не один программист, не один какой-то инженер такой командой с разных сторон одну задачу решает. Хорошо, понял. Спасибо большое. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос первый такой. Вот сейчас вышли устройства, ну, я помню, нейроскай это называется, так скажем, некоторые такие, ну, ширпотребовские, что ли, которые претендуют на то, что это нейроинтерфейс устройства. Но вот когда я читаю их описание, то такое ощущение, что они больше эксплуатируют кожно-гальваническую реакцию, чем именно нейроинтерфейсная реакция. Просто было бы интересно ваше мнение знать, насколько сейчас ширпотребовские УССы действительно являются нейроинтерфейсными, или они больше играются с кожно-гальванической реакцией. Всем, так скажем, пока смотрите, это нейроинтерфейс. А второй вопрос заключается в том, что есть ли сейчас исследования, которые бы совмещали между собой подходы миографические и нейроинтерфейсные. Спасибо. Прекрасный вопрос по поводу нейроскай. Я могу двумя словами ответить, могу поразвернуть ее. Как лучше? Развернутая. Развернутая. Короче, по поводу нейроскай все вот прям так, как вы сказали, абсолютно. И мне очень приятно, что теперь из зала так люди, ну, то есть, что люди это понимают. Вот потому что там года два назад, когда я все это рассказывал, сейчас вы говорите, вот нейроскай есть, нейроскай есть, это так круто, это так круто. На самом деле, действительно, там очень непонятно тот сигнал, который они пишут. И второй вариант еще, это, кстати, тоже может быть миограмма с мышц, которые вот здесь вот. Ну, то есть, что-то, да, такое. Но, действительно, об электроэнцефалограмме с этих нейроскай говорить сложно. Вот. Это вот мое мнение. То есть, это действительно ширпотреб и что-то не то совсем. По поводу миографии и нейроинтерфейсов. Да, ведут, конечно же, это так называемый гибридизм. Видны, например, есть интерфейсы. Опять же, если возвратимся к вот этим вот рукам роботизированным, да, то вообще, строго говоря, сейчас очень хорошие руки делают именно управляемые с миограммой, потому что с миограммой больше возможностей разных сигналов. Ну, то есть, там поставил мышцы на разные, датчики на разные мышцы, и это, по сути, разные команды. И вот научившись так управлять ими, вполне можно много команд реализовать. Вот. И, соответственно, в такие вот уже готовые решения миографические множество работ делают с встроением каких-то ограниченного количества команд, но при этом они будут именно электромозговые, так их назовем. Вот. И это наиболее правильно, как мне кажется, да, потому что, ну, все ресурсы использовать, которые доступны. Так, еще руки. Спасибо еще раз за лекцию. У меня такой вопрос. Можно ли, допустим, делать очень большую выборку и создать, грубо говоря, карту с помощью ЭГ и, допустим, подключиться сразу к человеку и не обучать компьютер, не снимать его энцефалограмму так же, а уже сразу подключиться и чтобы он сразу работал. Либо нужно же все равно обучать эту программу для того, чтобы он понимал индивидуальные какие-то особенности. Да, вот как раз-таки для человека это очень важно, именно индивидуальные особенности, поэтому тут как бы очень много действительно построено на обучении, и любой вот этот классификатор, он, его можно обучить на большой выборке, чужой какой-то, но это вся чужая выборка, ничего конкретного, ну, общего не будет иметь с конкретным индивидуумом. То есть для человека это реально важно. То есть с чужих данных нельзя. Ну, в общем, если все карты мозга все знают, то есть даже то, что ты показал, на самом деле это абсолютно такой квадратный лошадь в вакууме, то есть ничего общего, как правило, с конкретной медалью ЗМИ не имеет, то есть как бы Лев тут правильно все показывает. Вот, и тут как бы фишка в том, что даже у одного человека на протяжении там двух часов будет меняться вот какая-то базовый уровень сигнала, вот, какие-то тоже характеристики электроэнцефалограммы как бы в пределах его внутренней нормы, да, и даже бывает такое, что нужно переобучать систему там через несколько часов после того, как с одним человеком поработала, вот, а чужие люди, это, соответственно, все еще хуже с одним. А скажите, пожалуйста, у вас только вот по ЭГ ведется направление, да, то есть с инсультными больными им помощь, да, вот, грамот. А вот вы еще говорили про, ну, протезные вот такие вещи все, получается, что ваше исследование только моторную часть, ну, как бы программирует, да, получается. Если у человека руки не было раньше, она не работала, как бы, ну, вообще с рождения он не понимает, как она движется, это уже, ну, то есть ваше исследование уже не годится к этому человеку применять. Ну, а не работает одна рука, а вторая работает? Ну, существуют люди, которые рождаются без рук, и, в принципе, сейчас протезирование есть таких людей, но оно работает вот, ну, по-другому принципу. На миограмме. Получается, да, миографические, да, датчики. То есть их там обучают именно, когда они управляют вот тем, что у них нет. Представить он это не может, получается. Но он может представить, как он сокращает, например, ногой, потому что ноги-то, наверное, у них есть. А, то есть оно обучение, ну, возможно, в этом случае. Можно попробовать, да, вот просто, например, начать с... Ну, чтобы, например, получить вот эту реакцию исчезновения мюритма в электроэнцефалограмме, можно использовать, ну, мышцы те, которые, ну, условно говоря, есть. Потому что, действительно, если у него нет никакой памяти, никаких знаний... Ну, по-новой нужно как бы обучать. А вот этих движений, кто? Он не сможет их представить. И ещё тогда, вот есть миодатчики, а есть ещё датчики по отражённому, я так знаю, кровотоку, да, по пульсу. Это относится к каким тогда? Вы это изучаете, как бы, используете или это не к нейро тоже относится? Нет, это к нейро относится и да... Это же там тоже так же программируется, он представляет это движение, но фиксируется не ЕГЭ, а именно датчик, который на пульсе стоит, и он фиксирует отражённость. На пульсе вы имеете в виду, на пульсе... Ну, он фиксирует, я так поняла, отражение, отражённый видеосигнал по волне пульсовой. То есть он представляет что-то, у него пульс меняется, наполнение меняется, там и волна меняется, и, собственно, датчик это фиксирует. Тоже с управлением мозгом. Ну да, просто обычно пульс-то может меняться много от чего. Но это, опять же, обучение как бы того человека, оператора, который... Вот, но мы не работаем с такими действиями. Мы вот только с электроэнцефалограммой, как основным методом. Но с миограммой ещё немножко. Как пример того, как, собственно, вот, когда ты рассказывал, то что во время процесса обучения важно не зрительно себе представлять движение, а, собственно, ощущение от этого. Ну, то есть в тему вот вашей, так скажем, вопроса, реплики, я видел документальный фильм, где, ну, то есть есть достаточно известный такой феномен, когда человек, который лишается какой-то конечности, у него появляется потом фантомное ощущение. То есть касаясь плеча, ему кажется, что пальцы докоснулись, вот, лишённые руки. Вот это примерно то же самое. То есть если человек изначально был лишён какой-то вот части, то есть, допустим, ампутирована в младенчестве, там, рука была, это не значит, что его нельзя вот обучить, управлять вот механической рукой, потому что мозг исключительно, вот, как бы гибкое такое, гибкое устройство. А вторая вещь – это, собственно, да, про ощущение и как это влияет на обучение в процессе управления конечностями. Вот я сейчас скажу даже не про механические конечности, а про наши собственные, вот, достаточно известные проблемы, когда космонавты отправляются в космос и там проводят где-то год или там полгода, потом возвращаются, они как младенцы. Они вот заново учатся ходить, они вот достаточно хреново в условии гравитации начинают контролировать свои движения. И у нас был лекторий где-то год назад в музее космонавтики на ВДНХ, и нам, то есть мы пригласили специалистов из университета, как бы из лаборатории, которая занимается, собственно, изучением и работой с космонавтами, которые возвращаются с орбиты. Чтобы обучить их заново ходить, они бы, да, вот, принесли с собой такой чемодан, в котором были, так скажем, огромные такие тапочки, которые одеваются на ногу. И эти тапочки, они сделаны так, что вместо того, чтобы в них ходить, ты можешь в них просто лежать. Но в них имитируется давлением, вот, в них надуваются подушечки, так скажем, на подошве, и возникает ощущение, как будто ты ходишь. Хотя на этом, то есть ты можешь вообще ничего не делать. Но твой мозг, именно воспринимая эти ощущения, он начинает быстрее обучаться хождению. Поэтому космонавт, который использовал такую штуку, он там вместо месяца или там трех недель, там учится в два, там в полтора раза быстрее. Но это, в общем, как просто пример обучения. Вот, и аналогичная же штука используется и в нейрорабилитации тоже. Ну, я, собственно, про это, по сути, говорю, потому что можно считать, что это такая нейрорабилитация. Да. Он может представлять себе, что он идет? Он может представлять себе, что он идет. Смотри, это скорее у нас, так как эту штуку принесли прямо на лекцию, то по окончании мероприятия, я думаю, кстати, можно будет принести даже такое. И мы давали людям просто как бы переобуться в эти штуки. И они, когда их одевали и включали это устройство, у них у самих возникало ощущение, как будто они идут. То есть им даже представлять не приходилось, потому что ощущения копировали. То есть это, так скажем, тебе не нужно включать фантазию, ты сам по себе это ощущаешь. Как будто ты вот где-то прогуливаешься, можно там причем менять скорость движения вплоть до бега. Так что достаточно забавная штука. Так, вопросы, реплики? У меня снова несколько дурацкий вопрос. Вот сейчас поднималась тема людей с отсутствующими конечностями. Опять же, на некоторых слайдах было показано, что в мозгу располагаются определенные части, есть определенные части, которые отвечают за соответствующую конечность. Если у человека отсутствует много конечностей, значит ли это, что у него есть некие дополнительные простаивающие мощности мозга? Ну, вообще считается вроде как, что да. Да, потому что для мозга это принцип в принципе работающий. То есть там же не пустота, надо же понимать. Там тоже нейроны, но просто нет нужных связей между ними, которые позволят... То есть Хокингу повезло, я вот к этому подвожу. Ну, так он же начал когда учиться, он еще был способен. Согласен, согласен. И второй вопрос к тапочкам. Можно ли такой же степени реабилитации добиться с помощью VR-систем, которые дают в принципе неплохое погружение и очень успешно обманывают мозг? Потому что, допустим, те же довольно дурацкие аттракционы, где на вас надевают шлем, а потом катают на качельке туда-сюда, и люди падают, если их не подстраховывать. Работает ли это в случае, допустим, с той же ходьбой? Ну, VR-система сейчас это тоже наиболее такой из перспективных методов, да, и на них надежды большие возлагаются. Я просто сам не работаю с VR-системами, ну, как бы теоретическое все обоснование у них есть, но мой вот пользовательский опыт пока говорит, что я пока не готов в VR-реальность к каким-то серьезным вещам. Но это субъективная какая-то моя вещь. Вот про обе реплики. Первая про, так скажем, скрытые способности мозга. То есть, я думаю, многие смотрели фильм про то, где кто там с Карлетт Йоханссона, там, типа, 99% у нее, по-моему, за сотни переводило. То есть, как бы, это все чушь, то есть, мозг не так работает. Потом, ну, то есть, как бы, мозг сам по себе невероятно пластичен. Один мужик всю жизнь спокойно жил, но однажды его замучили головные боли, он пошел сделать себе, там, не электроэнцефалограмму, а вот, как бы, сканирование мозга. И, ну, потому что мало ли там у него опухоль или еще что-то, оказалось то, что у него мозг полностью практически отсутствует. То есть, все, что у него было, это, по сути, как бы, как сказать, верхняя корка, короче, так скажем. А все остальное, там, это огромная пустота, просто пустая голова практически. Но, при этом, человек 40 лет прожил на тот момент и ни разу никаких проблем не испытывал в своей жизни. Его, я думаю, ему предложили работу в лабораториях, потому что, ну, это удивлены такими вот случаями. То есть, как бы, вот, то же самое история, когда вот человеку мозг, ну, в голову влетел лом, и после этого человек остался жив, но у него характер полностью поменялся. Вот, как бы, мозг, он просто, нам сложно даже представить, насколько он пластич, как бы, такой вот гибкий в своей сути. Про вторую реплику, про VR. VR сейчас испытывается в достаточно большом количестве всяких экспериментов, и один из них, это, ну, наверное, достаточно известный, это когда, например, у людей есть какие-то фобии, то есть, и с помощью VR-технологий им помогают эти фобии преодолеть. Там, например, страх полетов, страх высоты, там, арахнофобии и все прочее. То есть, это тоже, вот, как бы, как методика обучения мозга, она в том числе, как бы, как-то работает. Ну, хотя здесь вопрос какой-то психологии или это, то есть, чего тут больше. Так, а если еще? Надо мне про это почаще что-нибудь говорить, больше рук появляется. Извините, еще два вопроса. Вот, насколько я понял, в США были сделаны аппараты, ну, скажем так, для мобильной ЭГЭТа, скажем, для подвижного его снятия. Есть ли у нас что-то такое? Может быть, они не к нам попадали, или еще пока это очень сильно экспериментально, поэтому к нам такие агрегаты и к вам не попадали. Это вопрос первый. А второе, есть ли какие-то, ну, скажем так, открытые наборы данных, скажем, с потенциалами действий, это, скажем, с энцефалограммами для того, чтобы вот для нейроинтерфейсных исследований или пока это все довольно закрыто, включая аппаратуру и программную сферу? Нет, достаточно все-таки... Так, давайте с первого... Ой, а что? Вначале было... Да, вот, мобильная. Мобильная. Ну, смотря, насколько мобильная, вы имеете в виду, но в целом, смотри, ЭГЭ, она сама по себе мобильная, то есть там проблема в том, чтобы от проводов избавиться, да? Вот, и усилитель сделать поменьше. Вот, это, в принципе, реализовано и не только в Штатах, ну, у многих представителей, вот я знаю, есть известный достаточно испанский, там ЭНОБИА, такой усилитель, он вот такого размера, и там по Bluetooth передается сигнал. Вот. И у нас тоже сделан, вот я знаю, потому что у нас в Лабе эту штуку делали, НЕРОЧАТ, может, кто-то слышал, это устройство для набора текста с помощью как раз-таки сигналов из мозга для парализованных людей, но не для восстановления, а просто для их общения, то есть там концепция такой социальной сети. Вот. И как раз-таки под этот НЕРОЧАТ был сделан тоже мобильный усилитель. Вот. Такой шлем, он просто надевается, и, в принципе, работает по Wi-Fi, по-моему, тоже по Bluetooth. Вот. А по поводу открытых данных, я, по-моему, слышал, что вот у Скалтеха есть какие-то большие... Ну, обычно у тех, кто работает с Big Data, вот один из вот этих типов данных, которые можно в большом объеме анализировать, это, как раз, электроэнцефалограмма, и, по-моему, у них что-то такое было, такие какие-то массивы. И я думаю, если не у нас, то какие-то американские точно есть открытые базы данных. Я просто сейчас не назову, к сожалению, но они есть. И даже если предположить, что их нету, то написать... Ну, то есть, в принципе, я знаю много способов, кому можно написать, чтобы несложным образом их получить. Вот так. Можно еще? Просто такое любопытство. А вы... Да, вы профессии, физиолог, специальности или... Физиолог, да? А ваши специальности, да, получается, ну, это как кибернетика, это вообще стык, программизм там, наверное, очень большая часть, да, и физиология. У вас вот... Ну, вот в вашу лабораторию, например, ну, не чисто вашу, я имею в виду нейротехнологическую, больше, получается, процент программизма, чем физиологии? Или как вообще команда формируется, вот работающая в этой области? Ну, по-хорошему, действительно, самое, наверное, оптимальное – это человек, у которого одинаково хорошо развитый программизм, и знание физиологии, ну, в частности, вот, всей вот этой мозговой деятельности. Вот. Но таких людей не очень много, и поэтому, ну, кто-то лучше знает, например, физиологию, и похуже программирует, но для этого есть специальный программист, который, ну, наоборот, короче. Вот это как бы более такая реалистичная ситуация, но в идеале, конечно, да, чтобы люди одинаково хорошо и программировали, и знали, как работает мозг. Но, опять же, реальность такая, что либо человек программирует хорошо, либо он знает, как работает мозг. И вот мы как-то друг у друга там учимся, подучиваемся. А? Ну да, условно говоря, как правило, да, если человек такой есть, он показывает интерес, и как бы в какой-то совместной работе там друг у друга, получается, подучиваемся. Давайте, например, вот после меня, вы можете сказать, что я на все-таки чего вопросу. Да, я вот уже частично услышал ответ. Я хотел спросить, а нейроинтерфейс используется для, ну, или можно использовать для передачи речи, там, и мыслей? Для передачи речи можно использовать в формате, у нас есть, например, матрица с буквами, мы набираем текст. Ну, это же все-таки речь. Мы можем ее потом, ну, типа через автоматический какой-нибудь, как у Google, как у Microsoft, аппарат, который это все воспроизведет. Да, можем так сделать? Можем. И вот таким образом, да. Мысли определенно нет, потому что мысли — это очень такая субстанция, как сказать-то. Ну, короче, мысли пока все-таки прямого нету, материального, так скажем, отражение, которое мы можем прочитать и куда-то передать там, или что-то такое. Вот через речь, пожалуйста, да. Через речь можно. Сейчас гораздо вот проще. Это тоже ведь образ, да? Да, в какой-то мере. Неощущаемый. Неощущаемый. А понимаете, мы же не... Понимаете, вот эти... Просто я не рассказывал про эти по-300, с помощью которых можно текст набирать. Там все гораздо прозаичнее, так скажем. Вот. Там никаких образов букв нет, а там просто, по сути, есть вспышки в определенные моменты времени у каждой буквы. И вот когда та буква, которая волнует, тут, опять же, нет... Образ, безусловно, есть где-то в мозге, но мы его не регистрировали, в энцефалограмме. Это нельзя сделать. Мы можем только регистрировать какую-то реакцию электроэнцефалограммы на то, что это буква, которую мы хотим набрать. То есть... А что еще? Ну вот если через буквы их выражать, мы напишем там Россия буквами. Ну, Солнышко, напишем Солнышко. Будет слово Солнышко. Потом можно подключить систему, которая, например, как поиск Google, да, ищет в интернете картинки с Солнцем. И вот она ее найдет. Вот так можно. Но нам нужно не думать о Солнышке в этот момент, когда мы хотим это перенести на компьютер. Нам нужно думать последовательно. Эта буква в определенной части экрана загорится вот в такой момент времени. Буква С, потом буква О, и дальше. Понимаете? В чем разница? Спасибо тоже за лекцию. У меня вот в продолжении этой истории вопрос, ведь вот то, что вы сейчас говорите, это относится к консофалограмме, но с другой стороны что-то подобное, вот снятие образов было реализовано, насколько я помню, с помощью именно магнито-резонансного. ФМРТ, да. Вот, я не знаю, но мне вот очень интересно, а не знаете ли вы, чем кончилась вообще та история, особенно, по-моему, японцы провели исследование, когда они сновидения таким образом смогли читать, ну, в каком-то, в какой-то мере, у них программа подбирала образы, по-моему, с базы видео с Ютуба. Вот. Я очень как-то покасательно эту тему прошел, я тоже слышал, что что-то такое было, но я сейчас не смогу нормально ответить на этот вопрос, компетентно, так скажем. Я могу сказать про передачу мыслей, то есть передача мыслей это вот на данный момент невозможно, но вот, да, можно передавать, так скажем, действия, вот, собственно, как человек вот бил мяч, только это делал, по сути, так скажем, робот, которым он управлял через нейроинтерфейс, но как бы есть, так скажем, как сказать, исследований, в которых было два человека. Один подключен для того, чтобы с него снимали какую-то команду, а второму, чтобы ее передавали. Там, я не знаю, насколько сложно это все было реализовано, возможно, там просто импульс передавался на мышцу, хотя вроде как речь шла про то, что там от мозга к мозгу, то есть там интерфейс мозг-мозг. Суть была в том, что один человек сидит в отдельной комнате, и он видит, как на мониторе, вот игра с, вот там, не знаю, там на Денде старая такая была, где уточка взлетает, надо ее подстрелить. И второму человеку нужно было, вот он сидел без экрана, но он должен был знать момент, когда нажать на кнопку, чтобы, собственно, сделать выстрел. и, то есть, когда один думал про то, что мол, типа стреляй, второй нажимал. Но это, конечно, очень, так скажем, тоже сложный сам по сути процесс, но вроде как он у них получился вот в реализации. Да, но тут все, опять же, очень прозаично. Роман хорошо вспомнил этот случай. Я, по-моему, когда первый раз выступал на курилке, я как раз рассказывал про этот эксперимент. Вот. Там все укладывается вот в то, что я на самом деле рассказал. Смотрите, там один человек, у него игра, весь интерфейс игровой есть перед глазами, на нем электроэнцефалограмма. Действительно, он представляет движение. Или даже если он его делает, я уже сказал, что в этот момент происходит, у него мюритм падает. Вот это падение мюритма просто фиксируется компом, и программа передает уже на другой компьютер, который в соседней комнате, который подключен к стимулятору. стимулятор магнитный, у него над головой, над моторной корой, и там просто тот второй человек вообще, то есть просто у него включается кнопка за счет магнитного поля, вот эта вот моторная кора, вот эта вот кнопка, которая отвечает за движение там рукой, у нее рука лежала вот на таком джойстике. Просто по сути, чтобы нажать на кнопку, нужно было как-то вот так вот, несложно. Вот. И второму действительно импульс в этот момент передавался, и он упускал там руку на этот тачпад или что там, джойстик был. вот, и действительно нажимал и стреляла эта игра, но тут как бы никакой мысли и образ, он передавался как бы как просто реакция снижения вот этого мюритма. Вот и все. Как в фильме «Тихоокеанский рубеж» управлять роботом не получится, в общем. Вообще-то в прошлый раз тогда приносил еще собственно такую штуку, которая по сути и давала импульс, и ты делал испытания на пришедших тогда на лекцию. Ну там был просто электрический стимулятор, действительно, мы показывали TDCS, может быть, кто-то слышал из стимуляции постоянным током. Вот. Мы просто тогда делали эксперимент как раз с ними, вот я про них рассказывал, и заодно мы демонстрировали. Но там тоже, ну просто некоторые... В общем, да, просто стимулятор подключался к, как сказать, там к мозгу, вроде как... Ну, к голове, к поверхности, к голове тоже. И давал импульсы. Там самый популярный вопрос из зала был, можно ли получить таким образом Шандараха себе в мозг какое-то удовольствие. Слишком... Нет. Самое смешное было ответственно на Льва про то, что типа невозможно, я типа пытался. Я думаю, то, что на этом можно заканчивать. Спасибо вам, что вы сегодня пришли. Замечательные вопросы.